Я приветствую всех, дорогие друзья. Спасибо большое за то, что посещаете мой канал, ставите лайки, комментируете, ну и, конечно, прислушивайтесь к мнению наших экспертов. Сейчас со мной на связи израильский военный эксперт Григорий Тамар. Григорий, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Григорий, самый важный и, наверное, самый актуальный вопрос, который я могу задать военному эксперту, это, ну вот, просто поразительное наступление на севере Херсонской области. Причем оно поразительно примерно так же, как и тогдашнее наступление, ну, несколько ранее на Харьковском направлении. Скажите, пожалуйста, что происходит сейчас с российскими войсками? Они оставили оборонительный рубеж по реке Ингулец и в ответ на заход по берегу Днепра вооруженных сил Украины просто откатились назад. Будут так дальше катиться? Ну, во-первых, я не вижу в этом событии ничего феноменального. Военное дело, военная наука – это точная наука. И то, что происходит, это результат закономерных явлений, которые происходили на театре военных действий последние семь месяцев. Если вы помните нашу первую с вами беседу, которая произошла приблизительно около полугода назад, я тогда сказал вам, что вы уже победили. То есть для меня тогда было очевидно, что ваши вооруженные силы одерживают победу. Хотя, вроде бы, тогда, это было еще до летнего наступления знаменитого, до того, как был взят Краматорск, Северодонецк и так далее. До падения Мариуполя еще этот разговор происходил. Григорий, простите, Краматорск, Славянск, ну, никто не брал. Он удерживался. Это просто для уточнения маленькая ремарка. Нет, я имею в виду, что, извините, я говорил, что бои там шли. Бои, конечно, да. Вы правильно. Правильно, да, совершенно верно. Я хотел объяснить, почему я так сказал тогда. Дело в том, что российское командование продемонстрировало на всем этапе боевых действий полную некомпетентность. И сегодня я уверен, что нету ни одной глупости, которую они могут совершить. Это касалось всех сторон военного дела. От приказов, которые получали части на местах, до снабжения этих частей материально-техническим обеспечением. Так, как велось дело российским командованием, одно могло завершиться только разгром. Единственное, что могло их спасти, если бы вы тоже действовали так же некомпетентности. Но ваши военные специалисты продемонстрировали прямо противоположно. Они продемонстрировали высокое оперативное искусство и высокий уровень руководства вашими войсками. Теперь. Давайте по пунктам разберемся. У вас была проведена мобилизация, когда началась война. Однако сведения об этих действиях, они охранялись строго государственной тактой. И не было никаких точных данных в СМИ по количеству мобилизованных, по характеру этой мобилизации, о том, что с этими людьми происходило, куда их направляли, где они обучались, где они концентрировались. Это было окутано тайной. И этот вопрос никогда не обсуждался. На уровне официальных СМИ пока нет. Сейчас мы видим, что с этими людьми происходило. Эти люди обучались, концентрировались, экипировывались снаряжением, вооружались оружием и были введены в бой в тот момент, когда, по версии вашего командования, российские войска достигли своей максимальной слабой точки. А почему российские войска достигли этой слабой точки? Потому что те части, которые сражались на фронте вашей, во-первых, их изматывали и российские войска несли в потери, а во-вторых, получив от западных партнеров средства дистанционного огневого поражения, такие как Химакса, например, или такие, как дальнобойные гаубицы, вы смогли абсолютно нарушить снабжение российских войск материального обеспечения. В результате российские войска были истощены, деморализованы, понесли значительный урон в личном составе техники и являлись легкой добычей для ваших контрнаступательных действий. Поэтому ничего фантастического здесь нет. А есть трезвый расчет, хорошая работа разведки и высокое оперативное искусство ваших командов. Да, понятно. Я не могу не задать вопрос еще по одному направлению. Это направление после Лимана туда дальше, на Луганскую область. Причем там открывается поле для маневра. И два варианта просматриваются военными аналитиками развития дальнейшего событий. Первый вариант – это движение в сторону Сватова, то есть на север Луганской области. И там, в принципе, вроде бы как, даже какие-то военкоры говорят, что прогнозируют этот удар. И есть информация, понятно, ее сложно проверить, что гражданским лицам в течение 72 часов уже меньше. Уже гораздо меньше, где-то на треть точно, пока наш зритель вот сейчас увидит эту беседу, нужно самоэвакуироваться, потому что пойдут вооруженные силы Украины на Сватова. Второй вариант событий – это, ну вот как бы такое полукольцо или кольцо, которое с перспективой того, что оно замкнется, вокруг агломерации. Лисичанско-Сверднецко-рубежная, понятно, криминная. Что думаете? Очень уж резко и истерично, что ли, прозвучал сегодня Денис Пушилин. Я не знаю, как его сейчас представлять, кто он сейчас после всех этих новопринятых законов о вхождении в состав так называемой ДНР в Российскую Федерацию. Так вот, он говорит, что с Кременной выбьют, выбьют точно вооруженные силы Украины, шансов нет, и Лиман, более того, вернут назад. Помогите истолковать вот это направление. Как видится вам? Раз такой человек, как Пушилин говорит, он же врать не будет, нам стоит ему поверить. Вы знаете, я думаю, что, я думаю, что господин Залужный со свойственной ему казачьей смекалкой удивит нас, может быть, какими-то новыми оперативными направлениями возможного контрнаступления. Думаю, вряд ли стоит прогнозировать действия ваших войск на основе истеричных заявлений, которые идут в российских комьюнити, патриотических, где они думают, с какой стороны им прилетит в другой раз. Для того, чтобы принять решение о том или ином направлении наступательных действий, нужно иметь очень много информации, которой ни у нас с вами, ни у господина Пушилина нет. А у господина Залужного, напротив, она имеется. Поэтому господин Залужный, продемонстрировав свое высокое мастерство и высокое владение понятием оперативного искусства, я уверен, что подготовит достаточно неожиданный сюрприз для господина Пушилина. И у нас будет еще хороший повод обсудить это в эфире. Если же говорить серьезно, то действия ваших войск с точки зрения тактического, оно демонстрирует понятие маневренного наступления. Это в лучших традициях, допустим, так, как действовала израильская армия в 1967 году. Очень высокое искусство маневра, прощупывание слабых мест в обороне противника. И то, что поняли ваши военные, то, что начинают только сейчас осознавать российские военные, что решается на самом деле исход войны двумя способами, двумя факторами. Первое – это постоянное, точечное, точное огневое поражение по ближайшим коммуникациям. То, что вы держите постоянным огневым контролем вот эти российские тылы на глубине условных 100 километров линии фронта за счет вида вооружений, которое вы получаете от западных партнеров, это явилось для российской стороны абсолютной неожиданностью. Они до сих пор не понимают, как с этим бороться. А второе – то, что не понимали и не понимают в Российской Федерации, в Российской армии нету этого понимания до сих пор. Что в итоге то, что определяет победу, это наличие качественной, подготовленной пехоты. Я, когда об этом говорил полгода назад, на меня показывали пальцем, говорили, он сумасшедший. Это век ракет, там, самолетов и беспилотников. Да, это очень важно, но это вспомогательные меры. А в итоге побеждает тот, у которого эта пехота есть. И пехотное подразделение – это бриллиант, который огранивать нужно, подготавливать долго. Каждый боец там – это результат долгой подготовительной работы. Это люди, которые сводятся в подразделения, обучаются, проводятся совместные маневры. Качественный пехотинец – это на вес золота. Это намного сложнее подготовить хорошего пехотинца, чем механика водителя, посади его в танк, и он будет два рычага нажимать. Как это ни странно, может показаться. Поэтому в Израиле и уделяют такое внимание подготовке пехотных подразделений. А в российской армии было всегда недопонимание важности мотопехоты. И они считали, что если понадобится что-то мотопехотой действовать, так мы десантников бросим бой, десантниками – ну, десантники хоть что-то умеют. Поэтому у них мотопехота красила заборы на дачах генерала. А их десантные подразделения перестали существовать физически, они у вас в земле зарыли уже на сегодняшний день. Григорий, давайте по пункту номер один более детально. Наш посол в США заявил, что ведутся переговоры о скорейшем, понятно, что чем быстрее, тем, наверное, лучше, скажем так, скорейшем процессе поставок ракет большей дальности. Это действительно принципиально важно на этом этапе войны получить возможность наносить удары еще дальше, нежели сейчас имеет возможность украинская армия. если бы вы имели эти ракетные системы в марте, война бы уже закончилась. Я ответил на ваш вопрос. Господин Путин решил совершить все возможные ошибки, которые можно сделать в принципе. И повышая ставки в этой игре, которую он уже проиграл, а именно занимаясь ядерным шантажом, проводя мобилизацию и так далее. Он вынуждает ваших союзников совершать те действия, которые, возможно, они не совершили. И тут два фактора работают. С одной стороны, ваши вооруженные силы продемонстрировали высокую боеспособность. Тем, кто не умеет воевать, не дают оружие, потому что это оружие окажется в качестве трофеев у врага. У вас ни одна установка ХИМАРС пока что россиянам не досталась в качестве трофеев. А с другой стороны, повышая ставки, Путин вынуждает западных партнеров делать вещи, которые, может быть, они избежали бы этих действий, но он не оставляет им выхода. Так дело пойдет, у вас скоро Ф-16 окажутся, я не удивлюсь. Нам нужны ракеты, которые могли бы достать до Москвы? Безусловно. И знаете зачем? Не для того, чтобы обстреливать Москву. А для того, чтобы Российская Федерация знала, что у вас такие ракеты есть. Это, наверное, принципиально важный сейчас вопрос, но каким бы ни был головокружительным успех продвижения вооруженных сил Украины вперед, все равно нужно не сбрасывать со счетов ядерный статус державы, агрессора. Я очень хочу, чтобы вы со своей позиции откомментировали все, что происходит вокруг ядерного трека, трека ядерного шантажа, ядерных угроз. В западной прессе уже пишут о том, что есть как бы раскладка, что удар произойдет где-то в границах. Прежде всего, то, что публикует, мне кажется, CNN, да, это было CNN, что это где-то будет над Черным морем, не нарушая образно на самой границе фактически вводной границе. Просто это очень рискованно, но возможно сделать, осуществить какой-то показательный ядерный удар, чтобы не зацепило ни своих, ни чужих, но сказать, что мы это сделаем. Другие называют Яворовский полигон во Львовской области, мол, цель военная, военная, в относительном отдалении никого нет, нет. Средства доставки найдут россияне, но они вот такой расчет делают. Что скажете по этому поводу вы? Я повторю свою тезу, что нет глупости, которую не в состоянии совершить российское военно-политическое руководство и нет бездарности, которую не в состоянии совершить сегодня российское армию. Во-первых, что такое тактическое ядерное оружие, но поэтому и называется тактическое, что оно может помочь добиться успеха где-то на тактическо-оперативном уровне. То есть невозможно применив один ядерный боеприпас тактического формата выиграть войну, но можно таким образом поставить свою страну, свое государство вне закона, применив ядерное оружие против Украины или против какой-нибудь другой страны. Россия не оставит Соединенным Штатам выбора, и Соединенные Штаты будут вынуждены нанести удар по российской армии, не прибегая даже к ядерному оружию. Используя конвенциональные боеприпасы, американская армия может уничтожить военный потенциал Российской Федерации и свести его к нулю как таковой. Может потопить Балтийский Черноморский флоты немедленно. Может нанести удар по военным инфраструктурам, центрам принятия решений, штабам, аэродромам, узлам коммуникаций и так далее. Без применения, подчеркиваю, ядерного боеприпаса. Когда семь месяцев назад Российская армия вторглась в вашу страну, вы уступали почти по всем видам вооружения Российской армии. Они превосходили вас в военно-техническом отношении тотально. При этом вы их разгромили в итоге. Так что произойдет с Российской армией сейчас, после того, как половину этой армии вы закопали в украинский чернозем, а вторая половина деморализована и лишена новых видов вооружений. Если по ним американцы ударят, что с ними будет? Я думаю, ответ очевиден. Но скажите, если рассматривать этот сценарий, понятно, что никому бы не хотелось, понятно, что это такая уже не просто красная линия, это переход абсолютно новое качество всего происходящего. Но, Григорий, если это случается, то следующая боеголовка полетит на Лондон, на Вашингтон, стратегическое ядерное оружие будет использовано Россией, и весь мир ввергнется в пучину ядерной войны. А как же вот эти посейдоны, которые сейчас в эти дни с помпой испытывают в Карском море ядерное цунами, которое может накрыть Лос-Анджелес, другие города и уничтожить их полностью? Ведь это игра с очень серьезным огнем. Знаете, а я напомню вам, как российские офицеры заказывали столики в ресторанах в Киеве. Знаете, вот Путин на самом деле, то, что он военный преступник, то, что он фашист, это понятно. То, что он перед вашим народом виноват так, что эту вину невозможно ни смыть, ни загладить, все очевидно. Но Путин виноват и перед российским народом, виной безмерной. Помимо того, что он воровал у этого народа, помимо того, что он угнетал этого народа, он еще и превратил свой собственный народ в посмешище. Я не знаю вообще, смотря на уровень технического обеспечения российской армии сегодня, я не знаю, а находятся ли их ракетные войска стратегического назначения в состоянии, что они могут носить удар. У меня нет вопроса ответа. Я не удивлюсь, если там все так же содержится, как пайки просроченные, которые раздавали российским десантникам 24 февраля. Я не знаю. Но я знаю одно, что американцы народ серьезный. И своей безопасности они относятся очень серьезно. И у меня нет никакого сомнения, что в генштабе Соединенных Штатов есть абсолютно жизнеспособный сценарий защиты своего народа от возможной агрессии со стороны любой страны. Китая, России, Ирана. То же самое касается и таких стран, как Великобритания и так далее. Поэтому Путин проиграл все. Он может попробовать разыграть сценарий тотальной ядерной катастрофы, ядерной войны. Я думаю, ему это не удастся. Он может совершить диверсию на вашей запорожской атомной электростанции. Это намного более реально, намного более возможно. И вот это может быть ужасно для всех. я думаю, и на этого тоже не придет. И для него сейчас есть единственная возможность сманеврировать в этой ситуации так, чтобы выйти из нее, ну, хоть побитой собакой, но остаться вживой. Это втянуть Белоруссию в конфликт, вывести его таким образом в формат конфликта с НАТО через Польшу и Прибалтику и быстренько проиграть НАТО и договориться с НАТО, рассчитывая на то, что НАТО договариваясь с ним, будет готово поступиться вашими национальными интересами. Вот для того, чтобы этого не произошло, вашим военным нужно каждую неделю добиваться все больших и больших успехов на поле боя, чтобы добиться ситуации, чтобы на большей площади украинской земли стоял сапог украинских солдат. Вот это будет лучшей гарантией того, что ваши интересы останутся при вас. То есть давайте детализируем. Возможный сценарий, который вы видите, его можно просчитать. Просто вы немного опередили мой следующий вопрос, касательно Александра Григорьевича, Лукашенко, который комментировал мобилизацию в Беларуси, комментировал, скажем так, ситуацию участия, то есть он прямо заявил, Беларусь участвует, солдаты не участвуют, но Беларусь участвует в спецоперации, тем самым, это отдельно можно разобрать, это как бы развязывает руки Украине вот практически полностью. Но я все-таки вернусь к сценарию, то есть вы думаете, что если Беларусь включается в так называемую спецоперацию, идут удары с севера, белорусская армия задействована, то страны Балтии и Польша ударят по Беларуси, как они вступят в эту войну? Наоборот, я думаю, что будут введены российские войска на территорию Беларуси в таком объеме, что это будет в конечном итоге приведет к столкновению между российскими и, допустим, польскими или прибалтийскими войсками на территории Беларуси. И сделано это будет с единственной задачей втянуть НАТО в конфликт. Простите, а как окажутся на территории Беларуси вышеупомянутые солдаты страны ЕС? Нет, я сказал не страны, я сказал Российской Федерации. Я сказал Российской Федерации. Будут введены на территорию Беларуси войска Российской Федерации, которые войдут в бой столкновения с войсками Польши или Прибалтии. А, находясь на территории Беларуси. Все просто понятно. Просто так получилось, что на территории Беларуси... Потому что сейчас формально Сейчас формально Белоруссия является страной, которая не участвует в конфликте. Если она напрямую будет втянута в конфликт, то есть это будет страна, участвующая в войне, соответственно, это будет совершенно другой счет уже разыгрываться геополитически. То есть формат конфликта будет автоматически расширен уже по факту того, что еще одно государство принимает активное участие в боевых местах. И заявление Лукашенко о том, что армия не принимает участие в конфликтах, но страна принимает, это один из примеров невероятной хитрости этого человека, потому что, с одной стороны, ну что, по сути, какой месседж он транслирует? Путин, он говорит, мы с вами, мы с вами вместе воюем, а Украине он говорит, я вместе с Путиным, но смотрите, моя-то армия не участвует. То есть это и вашим, и нашим. И Лукашенко будет стараться избежать прямого участия в конфликте до той поры, пока он будет реально контролировать свои войска. Но вполне возможно, что его отодвинут от этих ручегов принятия решений. Это вполне возможный сценарий. И тогда он будет уже не властен над своей армией. И тогда российские спецслужбы попробуют разыграть вот этот сценарий. И происходить это будет в ближайшие недели, потому что у Путина времени практически не осталось. Самый, ну скажем так, неприятный для Украины сценарий какой может быть? Самый неприятный для Украины сценарий, ну, смотрите, я не хочу там, как говорится, нагнетать. Но понятно, что если будет применен тактический ядерный боеприпас по какому-то крупному городу, упаси господи, типа Киева, конечно, это катастрофа национальная. Сломит ли это дух вашего народа? Нет, не сломит. И после этого вы победите в войне. Просто цена будет намного более высокая. Я думаю, что после этого вы перестанете брать в плен российских солдат. Ну, например, да, я подозреваю. Вот. Ну, смотрите, с точки зрения геополитической, если действительно Белоруссия будет втянута в войну, если конфликт будет расширен до конфликта между Россией и НАТО, вполне возможно, что Россия будет пытаться договориться с НАТО, и тогда страны НАТО будут готовы поступиться к вашим интересам. Если бы, допустим, вам предложили в марте завершить конфликт, выйдя к границам 23 февраля, я думаю, что 90% украинцев были бы счастливы к такому развитию событий. Сегодня, я думаю, 90% украинцев с этим не согласятся. Сегодня вы хотите выйти к границам 91-го года. Соответственно, Россия это понимает, и вот за это будет торг. Поэтому вашим военным надо сейчас добиться максимальных успехов для того, чтобы у вас были на руках максимально сильная карта, когда придется договариваться. Ваше заявление президента сегодня о том, что он не будет договориться с Путином, это на самом деле сигнал российским элитам, убирайте Путина, будем договариваться. Я вот, ну, обычно такие вопросы как бы с украинских медиа, украинских блогеров, ну, не очень-то принято задавать. Но я вас спрошу, если вы так утверждаете, что это сигнал элитам, давайте договариваться, то что готов уступить по факту Зеленский? Я не думаю, что он готов что-то уступить. Он готов предоставить России шанс сохраниться образованием как бы государственному Российской Федерации. Я думаю, что это отличные перспективы для России, учитывая уровень военного коллапса, который сейчас происходит. Да, благодарю за уточнение. Григорий, не Путин, а кто должен был быть последовал этот вопрос? Но абсолютно неинтересно, кто. Или все-таки интересно? Я думаю, что совершенно неинтересно. Абсолютно неинтересно. Да, понятно. Еще один тогда вопрос, и он вот прямо касается Зеленского. Букмекеры уже выставляют его, президента страны, Украина, которая воюет, которая вот пытается выдавить и выдавливает врага все дальше и дальше к границам своей территории и, возможно, все-таки выдавит рано или поздно врага за свои границы. Вот этого человека, букмекеры, называют претендентом номер один на Нобелевскую премию мира. Итоги этой Нобелевской премии весь мир услышит 22-го года, да, вот мир услышит 7-го октября. В день рождения Путина. Красиво. Ничего не скажешь. Вот по-настоящему красиво. Когда день рождения Путина, юбилей, по официальным данным, 70 лет, а Владимир Зеленский, который ему противостоит, получает Нобелевскую премию мира. Только как-то вот не стыкуется президент войны с этой премией. Или все логично? Ну, вы знаете, я бы на самом деле не преувеличивал значение этой премии. И я вам скажу такую вещь. Президент Зеленский, как любой человек, совершал правильные действия, совершал ошибки. Но самой главной наградой, мне кажется, президенту Зеленскому будет бесконечная признательность и благодарность украинского народа в долгосрочной перспективе, в исторической перспективе. Потому что этот человек, оказавшись в нужное время, в нужном месте, был ключевой фигурой, одной из ключевых фигур, которая воспрепятствовала бледовым идеям кремлевского диктатора. Если бы у него сдали нервы, и он бы сбежал, я не знаю, как повернулось бы дело. А то, что у него хватило мужества и решительности, и стойкости, в самые трудные дни вашего сопротивления остаться в Киеве и возглавить страну, и проводить в целом успешную международную политику, что у него хватило работоспособности, я думаю, за это украинский народ должен быть ему благодарен. И вот такая благодарность, она намного важнее, чем любая международная премия, включая Нобелевский. Ну, есть уже идеи о том, что, собственно, даже если... Ну, понятно, что эту премию по регламенту присуждают или организации, или персонально человеку. Среди конкурентов те же букмекеры отмечают. Это Тихановская, Навальный, Всемирная организация охраны здоровья, здравоохранения, которая, собственно, там боролась когда-то с пандемией, и Грета Тунберг. Ну, это вот такая, short list, да, на кого можно делать ставки. Понятно, что с большим отрывом Зеленский, но уже есть предпосылки, что это как бы будет награда не Зеленскому персонально, единолично, а вот украинскому народу, который вот борется за мир. Таким образом, как бы поддержка украинцев в этой войне. Ну, украинский народ действительно борется за мир. Потому что если бы украинский народ проявил малодушие и слабость, то дело бы не закончилось захватом Украины. Дальше бы российские войска пошли в Прибалтик, в Польшу, совершенно очевидно. Поэтому, да, конечно, решительность украинского народа и мужество воспрепятствовали бритовым вот этим вот идеям экспансии Кремля на Запад. Это, безусловно, так. Это исторический пакт, который уже произошел. Кстати, если вы помните, мы с вами говорили вот тогда же, горячим летом, когда началось наступление российских войск, о котором они так долго говорили, к которым они так долго готовились. И я тогда вам говорил, что дело закончится к зиме. Мои прогнозы воспринимались как фантастические. Однако, еще раз повторю, что сегодня они кажутся намного более реальными. И я говорю об этом не потому, что я имею какую-то закрытую информацию. Я имею информацию исключительно. Просто любому человеку, умеющему анализировать информацию военного значения, очевидно было уже в марте, что Россия проиграла эту войну. У них был один единственный шанс запугать вас в первые часы войны, добиться эмоционального слома вашего президента, вашего командования, вашего руководства. Добиться предательства в рядах вашего руководящего звена среднего состава. Таким образом, завершить дело за несколько дней. Ваш президент провел мужество, ваш главком – один из наиболее компетентных военных специалистов в мире на сегодняшний день. И эта сладкая парочка будет хорошим десертом господину Путину на его праздничную трапезу на 70-летие. Я думаю, что он никогда не забудет этот десерт, кавычка. Григорий, я бы хотел понятно с вами обсудить двух невоенных деятелей. Хотя, почему невоенных? Но, тем не менее, там целая война разразилась вокруг Илона Маска и его твитов. Я бы хотел услышать ваш взгляд на события. Ну и, конечно, потом еще одну персону, которая в Израиле, хотя совсем недавно забрала детей и приехала, собственно, в Израиль к своему мужу Аллу Борисовну Пугачеву. Начнем с Илона Маска. А что это было? Ну, вы знаете, для того, чтобы понять, что это было, нужно очень хорошо и глубоко разбираться в предмете внутренней американской политики. Я не могу похвастаться тем, что я очень компетентен в этом вопросе. Но я уверен, что за этим поступком стоят определенные интересы определенных кругов американской политики. Она тоже очень неоднородна. С одной стороны. С другой стороны, он человек очень неординарного мышления. И если мы посмотрим, как формулировалась его вот эта вот теза, он это формулировал в виде вопроса, да, то есть это не утверждало. Но смотрите, ни для кого не секрет, что на Западе, и в том числе в Соединенных Штатах, есть определенные круги, которые считают, что нужно договариваться, и уже много пролито крови, и нужно каким-то образом договариваться. И во время Второй мировой войны в 1944 году очень многие хотели с Гитлером договориться, и хватит уже проливать кровь достаточно. Поэтому, ну, он сказал то, что он сказал. А вашим военным нужно говорить то, что нужно говорить вашим военным, чтобы на поле боя демонстрировать определенные достижения, которые будут неоспорить. Это касательно Маска. А касательно Аллы Борисовны, ну, вот вы знаете, уже знаменитым мемом стало высказывание одного блогера, который сказал, кто бы мог подумать, что я буду восхищаться мужеством поп-звезды Пугачевой и презирать за соглашательства своих кумиров юности, таких там, как Кинчев, Бутусов, Гарик Сухачёв и так далее. Ну, вы знаете, родина – это не жопа президента, как сказал Юра Шевчук. Понимаете, в чем дело? Ну, Алла Борисовна продемонстрировала то, что она выше любого кремлевского политика современного. Алла Борисовна подтвердила своим поступком анекдот, который ходил во времена Брежнева. Кто такой Брежнев? Мелкий политический деятель эпохи Аллы Борисовны Пугачёва. Ну, вот сейчас у нас Путин – это мелкий политический деятель эпохи Аллы Борисовны Пугачёва. Это человек, которая давно встала над жанром, она давно намного больше, чем просто поп-звезда. Вы знаете, я очень к её творчеству отношусь по-разному. Есть вещи, которые мне очень нравятся, есть вещи, которые я считаю попсой, я не люблю попсу. Однако она как личность, ну, она продемонстрировала, что она такая, вообще, глыба просто, ну, как человек, как человек, выражающий гражданскую позицию. Ведь когда мы говорим про артиста, который является национальным символом, ведь он же уже выходит далеко за рамки понятия деятель искусства. Он каким-то образом транслирует, ну, некий месседж, который нация в себе несёт. И Алла Борисовна продемонстрировала, что Россия бывает разная. Бывает Россия, которая кричит «можем повторить». Да, бывает Россия, которая кричит «гойда», да, как охлобысть о скандале. Да, совершенно верно. Гойда – клич отричников царя, которые убивали, мародёрствовали, насиловали, забирали. Да, нашёл, понимаете, нашёл исторический пример. Ну, на самом деле, как говорится, на варе и шапка горит, да. Ну, Алла Борисовна, смотрите, я искренне надеюсь, что через несколько лет в России будет у власти демократическое правительство и будет заключён честный и справедливый мир между мирной Россией и гордой Украиной. И будет концерт, какой-нибудь галоконцерт, где Алла Борисовна будет петь песни, призывающие к миру и к любви. Да, это был бы, наверное, хороший итог, но этот итог должны приближать каждый из нас. Я благодарен вам, Григорий, за эту беседу. Спасибо большое, что нашли время и поговорили со мной, и, получается, выступить для аудитории моего канала. Благодарю. Всего хорошего, до свидания. Друзья, спасибо всем большое за то, что посмотрели. Ставьте лайки под этим выпуском, пишите комментарии. Очень рад читать разнообразное ваше мнение и призываю так дальше быть активными. Берегите себя сейчас на самое главное. Смотрим, наблюдаем и мониторим ситуацию. Будьте здоровы. Спасибо. 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 Спасибо.